Вы упомянули о Лен-Лизе. Если этот закон будет принят обеими палатами Конгресса и утвержден уже на уровне правительства, что он меняет конкретно для нас? Так это практически мы получаем, будем так говорить, неограниченный доступ к технике вооружения, причем не только советского образца, но и к любым вооружениям западного образца. И все, что мы согласуем с Соединенными Штатами, можем получить в рамках Лен-Лиза. Это же практически вооружение в кредит, если самым простым языком говорить. Поэтому для нас это будет очень важно и в принципе это будет довольно быстро. Под гарантией Соединенных Штатов, я думаю, любая страна согласится передать нам ту технику, которую мы попросим. Это за деньги или как? Или на безвозмездной основе? Нет, это за деньги. Единственное, что Лен-Лиз предусматривает отсрочку платежа. Смотрите, это же вооружение в кредит. То есть по окончании войны мы должны будем вернуть те образцы вооружения, которые остались целыми в технически исправном состоянии. Все, что было неисправно или было утеряно в ходе боевых действий, мы за это должны рассчитаться. И не обязательно деньгами. Мы можем рассчитаться Соединенными Штатами на договорной основе. Это может быть бартер, это может быть какие-то преференции в инвестициях или действительно оплата деньгами, но не одним платежом, а частично и по частям. Кстати, Российская Федерация, которая объявила себя правоприемником Советского Союза после развала СССР, до сих пор не погасила кредит по Лен-Лизу Второй мировой войны. Олег, правильно ли я вас понимаю, что в принципе, если говорить с точки зрения того, что мы получаем вооружение, на Западе немножечко меняется настроение в этом плане, там готовы нам поставлять более и более тяжелые вооружения, тяжелую технику, то время играет здесь как раз на руку нашей армии. Ну, в принципе, да. Если не будет сильной затяжки, то для нас это будет, я бы сказал, так поэтапно. Смотрите, сейчас оборонительная операция мы проводим, потому что Россия планирует масштабное наступление, наступление второй волны, так мы его называем. Судя по подготовке этого наступления, оно может затянуться на одну, две, а может быть и три недели, так как они не очень активно, исходя из своих возможностей, начинают это наступление. Вот на оборонительную операцию у нас есть техника и вооружение, у нас достаточно сил и средств, чтобы ее провести. А вот уже, допустим, третий этап войны, контрнаступательная операция, вот здесь, да, к этому времени, я надеюсь, что вся необходимая техника будет уже на территории Украины. Тогда возникает следующий вопрос. Мы с вами уже как-то прогнозировали, сколько война эта может длиться, учитывая, что ситуация меняется, ну, фактически каждый день, и она достаточно динамична. Ваш прогноз, сколько еще, исходя из сегодняшних реалий, может продлиться война? Война может продлиться до нескольких месяцев. Почему? Все будет зависеть от того, насколько руководство, политическое руководство России, а именно Путин, будет упорствовать именно в выполнении, в настаивании на выполнении тех приказов, которые он отдал. Ведь, смотрите, несмотря на то, что уже прошло там сегодня 45-й день войны, да, ведь задача, стратегическая задача этой войны, она не изменилась. Покорение Украины по частям полностью, все равно покорение Украины. И обратите внимание, там, да, у нас там политики говорят, что вроде как Россия стала чуть более сговорчивее, но все равно вопрос гарантии безопасности со стороны России остается в силе, нейтральность Украины остается в силе, а это фактически медленное поглощение нашей страны, это ультимативные требования к Украине. Признание Крыма, признание Донбасса и так далее тоже остаются. Поэтому, пока мы, а разгромить, допустим, завтра или послезавтра мы не можем российскую группировку, она, согласитесь, довольно большая, и это нелегко сделать, как бы нам этого не хотелось. Поэтому я и говорю, что, учитывая все факторы, учитывая ресурсы и учитывая возможности Российской Федерации на сегодняшний день, это может затянуться на несколько месяцев. Субтитры сделал DimaTorzok